Сюжет, касающийся Пастернака, мне кажется, наиболее прозрачный и ясный сюжет из всех, которые мне приходилось разглядывать в этой истории с эвакуацией. Речь идет о Чистополе, потому что, конечно, он в конце концов там оказался, но не собирался туда ехать. И я полагаю, что Пастернак был в таком плену иллюзий относительно того, сколько продлится война, какой она будет, что она принесет и так далее. Скорее, он относился к людям, которые верили, что это все быстро закончится. Удивительным образом, но вот сейчас какое-то пришло такое время, при котором мы можем понять градус эмоционального отношения к этому событию. Потому что, конечно, как мы знаем, очень многие люди паниковали, очень многие люди испугались по-настоящему и довольно быстро стали собираться уезжать из Москвы. И первые отъезды начались практически вскоре после объявления войны. И семья Пастернака, первая, по крайней мере, основная часть семьи, кроме него самого, быстренько собралась и поехала в этот городок на Акаме Чистополь. Вернее, они не сразу знали, где они остановятся, но, тем не менее, Чистополь в конце концов был конечной точкой. Что касается Бориса Леонидовича, то тут совершенно другая история. И она, на мой взгляд, особенно именно потому, что он, благодаря некоторым обстоятельствам, вошел в такой период очень сильной, очень живой творческой жизни. То есть в 1939 году он начал переводить Гамлета, и этой работой над переводом Гамлета практически закрылась такая тяжелая, довольно мрачная страница его жизни, которую, ну, условно назовем, кризисом, молчанием. Как говорила об этом Анна Андреевна Ахматова, десять лет он не писал стихов, сказала она. Ну, это не совсем точно, стихи он все-таки писал, но не так интенсивно, как это было до того и как это произойдет после. Вот. И то, что работа с Гамлетом шла не одномоментно, а продолжалась и практически застигла его отчасти врасплох, потому что опубликованный Гамлет – это не была точка, поставленная, значит, в этой публикации, поэтому Пастернак продолжал работу. По-прежнему к нему, значит, какие-то предъявлялись претензии, рецензии писались и отрицательного свойства, и так далее. И он продолжал отстаивать эту свою работу над Гамлетом. Еще в 43-м году есть страстное письмо, написанное Морозову, когда он говорит, защищает так, как не защищал ни одно из своих произведений, именно Гамлета. Вот. И поэтому он предполагал работать. Он не предполагал ни умирать, ни воевать, ничего. Ну, то есть, воевать он был готов, но мы прекрасно знаем, что он не был призывником, у него была проблема, не говоря о том, что он уже и возраст был, 51 год, плюс, значит, нога укороченная в детстве, вследствие падения и так далее. Но при этом он совершенно не освобождался от каких-то других обязанностей и выполнял их с невероятной какой-то такой активностью. То есть, он дежурил на крышах, сбрасывал зажигалки вот эти, которые, в общем, грозили разрушением. Но в октябре месяце, благодаря известному приказу, вот эта часть художественной интеллигенции, остававшиеся в Москве писатели в том числе, вынуждены были покинуть Москву, и он воссоединился, поехал в Чистополь. Когда он приехал туда, он уже знал о смерти Марины Цветаевой. То есть, он уже пережил такой мощный эмоциональный человеческий удар. Но ничто не могло уже его остановить. Вот такое ощущение, как будто вот эта такая внутренняя заведенная машинка работы, творческая работа, она продолжала действовать. И, оказавшись в Чистополе, он, кроме того, что еще доделывал что-то какие-то там и с Гамлетом делал, он тут же стал переводить Ромео и Джульетту. То есть, он поймал эту такую творческую энергию, вот эту удивительную вещь, которой совершенно невозможно предсказать, как она возникает. Почему она возникает? Поэтому очень многие люди видели его улыбающимся, абсолютно ненапуганным, стремящимся что-то делать, помогать, физически как-то участвовать. Вспоминают, как он, значит, помогал вылавливать из холодной, холоднейшей камы из речной воды, бревна, стоя там по коленам в холодной воде. Все время был в состоянии какого-то такого повышенного тонуса. Это удивительно. До такой степени удивительно, что люди, которые должны были наблюдать за этим, определенные органы, это отметили. И существует документ, который это зафиксировал, что Пастернак как-то очень странно себя ведет. То есть, как будто бы он чему-то радуется. Но, конечно, он не радовался. Это была общая беда. Он ее разделял со всеми. Но поразительным образом он в этот момент открывает в себе возможность что-то делать. Видите, такая пушкинская вещь. Вот как Пушкин, когда был в карантине, он вдруг неожиданным образом открылись все какие-то удивительные творческие чакры. И весь, собственно говоря, Чистополь, вся эта история для Пастернака только со знаком плюс. Он, конечно, не замечал бытовых неудобств. Это для него никогда не было проблемой. Он легко относился к каким-то отказам, лишением, ну, каким-то ограничением в еде или в сне или еще в чем-то. Это оказалось совершенно неважно. Важным было то, что ему работалось, ему хорошо и здорово работалось. И это отмечали очень многое. То есть вот в нем сохранилась невероятная человеческая способность таким образом противостоять тому, что происходило. И поэтому, как только возникла возможность вернуться, он вернулся. Я, пожалуй, в связи с Пастернаком могу вспомнить еще один эпизод, который относится именно к этому периоду. И прекрасным образом зафиксирован в одной из замечательных книжек Наташи Громовой, касающихся вот этого периода эвакуации детской войны. То есть война глазами детей. Когда они вспоминали уже теперешние бывшие дети, вспоминали, как они видели Чистополь. И одна из прекраснейших девочек, Сонечка, ну, нам известная как София Бокатырева, она вышла потом замуж. Тогда Ильич вспоминает момент, когда к ним в дом пришел Борис Леонидович, а она маленьким ребенком притаилась в углу и смотрела на него совершенно такими невероятными глазами, потому что он, конечно, производил впечатление на детей в том числе. Пришел он, видимо, что-то такое связанное было с машинкой, надо было что-то отдать, перепечатывать. Родители это могли сделать. И он спросил ее, увидев вдруг неожиданно затаившегося ребенка в углу, спросил, как ее зовут. И она неожиданно для себя ответила так, как ее зовут в семье, как зовет ее папа. Заяц, сказала она. И все. И, казалось бы, эта история должна была бы закончиться, и все. Заяц и заяц, но такое бывает. Но спустя годы, много лет спустя, Пастернак встретил молодую и красивую женщину, которая уже вышла замуж за поклонника Пастернака Большого, за Богатырева. Богатырева. И он с ней познакомился. И, приглядываясь, сидя за столом, он вдруг, неожиданно наклонившись к Богатыреву, спросил, скажите, а вашу жену не заяц зовут? Вот понимаете, какая штука? В этом весь Пастернак. То есть вот эта способность увидеть лицо и запомнить, то есть нет ничего формального. Он, в общем-то, он, ну, может быть, что-то он и делал когда-нибудь формально, я не знаю, но в основном он, все, что он делал, он как-то делал неформально.